Детская киностудия Фильм «Принцесса на горошине» снимали в 1975 году практически в сказочных условиях. Ялта, старинные замки Чехии. Вся подготовка была уже позади, когда искали актеров, строили декорации и вручную шили костюмы. Но так получилось, что в самом начале съемок фильм оказался на грани срыва. Огромная фура, которую перевозила из Москвы в Чехословакию все эти костюмы, сгорела на глазах у съемочной группы. Водитель этого трейлера просто выкинул сигарету. И сигарета попала туда. И, короче говоря, всем миром восстанавливали эскизом. Все, что сгорело, сгорело все до тла. Пока художники заново шили костюмы, у съемочной группы появилась возможность увидеть страну. На улицах Бурноа можно было встретить Иннокентия Смоктуновского и Алису Френдлих, а также главных героев, принца и принцессу, в которых играли школьники. Андрею Подошьяну тогда было 16, а Ирине Малышевой всего 15. И поскольку у принцессы еще не было паспорта, ее оформили как дочь Алисы Френдлих. Ведь все это время она помогала мне по-королевству. Кому как ни мне знать это. И ум, и честь, и доброта. У меня было очень страшно. Ну, как фактически ребенка 15 лет, и вдруг оказаться на равных с такими совершенно великими актерами. И я помню, что когда я обратилась к Иннокентию Михайловичу, что-то у меня не получалось. Я говорю, Иннокентий Михайлович, ну что мне делать? У меня ничего не получается. Все, я не знаю, что делать. И он, знаете, он так смотрит у меня, у меня такая улыбка. Деточка, не надо вам ничего играть. Будьте такой, какая вы есть. Быть такой, какая есть, для Малышевой оказалось еще сложнее. Этому маленькому вулкану, как она себя называет, кротость принцессы давалась нелегко. У Подошьяна все было наоборот. Он быстро освоился на съемочной площадке. Научился фехтовать, ездить верхом на лошади, а также пить чешское пиво и любезничать с рейлинами. Пять, шесть, семь, восемь. Когда я понял, что я абсолютно гениальный всадник, я в Чехии дал кросс галопом. Причем галоп бывает разный, бывает та-та, 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 а бывает так-так-так-так-такой. И вдруг нога лошади попадает в путь и яму, и я лечу метров двадцать. У меня шпага была переломана в четырех местах. Но мне повезло, я ничего не сломал. По задумке сценариста Феликса Миронера в фильме «Не одна принцесса, а сразу четыре». Просто в одном сценарии он собрал несколько сказок Андерсона. Для Миронера это был первый опыт работы с детскими фильмами. Вообще он больше известен как автор «Весны на Заречной улице». А вот режиссер Борис Рыцарев был мастером именно сказок. Он хотел, чтобы всех четырех принцесс в картине сыграла одна актриса – Ирина Малышева. Но в итоге она сыграла лишь ту, для которой главным испытанием стала Горошина. Мне неловко признаться. Но сегодня я не могла уснуть. Я вся точно избитая. Это был абсолютный ад. Масса осветительных приборов, которые накаляли абсолютно воздух. Это было, наверное, плюс 30 градусов. И плюс еще, чтобы была такая легкая дымка, пускали дым. И фактически это получалась такая маленькая газовая камера из спальни, в которой должна была почивать принцесса на горошине. После принцессы на горошине для Малышева и Подошьяна вопрос, с кем быть, уже не стоял. Они оба закончили Щукинское театральное училище, но только Ирина и сейчас работает по профессии, а Андрей актерство превратил в хобби. Сегодня он известный фотограф, художник, дизайнер. Его работы можно увидеть в частных коллекциях и персональных выставках. Но, видимо, сказка у него еще впереди. Ведь принц так и не нашел пока свою принцессу. Субтитры создавал DimaTorzok